Подталкивание моего в местах суставных, чтобы было это все мягко, гибко. Это первое занятие по уходу за лежачими больными. Медики рассказывают, как накормить, помыть и даже развлечь таких пациентов. У меня был отец, попал в аварию, был спортсмен, все хорошо, никогда не задумывались о никаких болячках. И вон он в один момент попал в аварию, лежал 7 лет. И я понимаю, что когда растерянность, и вот сейчас, здесь есть прислабление, те возможности, которые, если бы я знала, мне было бы и мне тяжело, и легче. Проект Академия ухода начал свою работу в рамках региональной программы «Старшее поколение». Здесь будут обучать уходу за тяжелобольными людьми и сотрудников социальных служб, и тех, кто по собственному желанию ухаживает за такими пациентами. В учебных классах представлено все необходимое оборудование. Технологии, которые сегодня есть возможность показать и обучить в Академии ухода, они позволяют это сделать более легко, спокойно и облегчить работу и сотрудникам этих учреждений, и родственникам, которые ухаживают за своими близкими, которые нуждаются в этой помощи. Родственники, они выгорают дома, и рано или поздно у них опускаются руки, они сами впадают в депрессию, соответственно, им нужно помогать. И вот сегодня Алексей Викторович сказал, что мы будем развивать проект, мы сделаем здесь комнату современную психологическую с оборудованием, с психологами, которые будут помогать родственникам вот этот барьер перешагнуть. Финансовую поддержку для реализации проекта предоставила государственная сеть губернские аптеки. Она же обеспечила учебные классы Академии уходами, препаратами, оборудованием и расходными материалами. Это все то, что можно либо купить в ортопедических салонах губернских аптек, либо, если это дорогостоящая и редкая позиция, то осуществить заказ мы привезем. Кроме всего прочего, сегодня в губернских аптеках развивается услуга проката таких вещей. Например, можно брать на прокат коляски, даже костыли, ходунки. На сайте, указанном на экране, можно записаться на бесплатные занятия. Всего их два. Соцработникам придется пройти 40-часовой курс, всем остальным достаточно 16, уверяют организаторы. И в том, и в другом случае теория подкрепляется практическими знаниями. Учитывая, что каждый третий житель края пожилой и каждый двадцатый из них лежачий, такой опыт точно лишним не будет. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости.